Глава Jetson One показал, как летает на аэромобиле на работу. SpaceX поставила новый рекорд по запускам Falcon 9. В Вирджинии появится 2 квартала из 200 напечатанных домов. На эти и другие темы мы поговорим прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале InStarting Новости. Обязательно досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Одноместный аэромобиль Jetson One сконструирован, насколько это возможно, простым. Кабина и 8 пропеллеров, джойстик, пара педалей. Аккумулятора хватит на 20 минут быстрого полета со скоростью до 100 км в час. Этого вполне достаточно, чтобы добраться от дома до работы, если она сравнительно недалеко. Что и продемонстрировал глава компании Томаш Паттон на снятом с нескольких камер видео. С технической точки зрения, квадрокоптер Jetson One возможно не представляет из себя ничего революционного, но зато он стал первым в мире электрическим летательным аппаратом вертикального взлета и посадки, на котором уже летают на работу. Разумеется, видео снято в рекламных целях и едва ли приближает массовое или ограниченное внедрение личного воздушного транспорта. Мало у кого есть собственная площадка во дворе, нет поблизости соседей и построек, а от дома до работы участок леса и поля. А не улицы и дороги с автомобилями и пешеходами. Компания Stratolaunch отчиталась о последних испытаниях самого большого лайнера в мире. В ходе теста он пролетел три часа над пустыней Мохаве и достиг высоты 8200 метров. Эксперимент подтвердил, что ROG пригоден для запуска гиперзвуковых аппаратов с нового пилона, держателя, который позволит отправлять различные объекты в стратосферу. Наша команда достигла нового рекорда высоты в 27000 футов, это 8200 метров. Тем самым продемонстрировав характеристики самолета, необходимые для того, чтобы наш гиперзвуковой аппарат Talon смог реализовать свой широкий расчетный диапазон в гиперзвуковых условиях, сообщил исполнительный директор Stratolaunch. Менее 36 часов понадобилась SpaceX на то, чтобы осуществить три запуска ракет Falcon 9. Компания вывела на орбиту более полусотни новых спутников для своего созвездия Starlink и несколько других спутников из других стран. Попутно один из носителей установил очередной рекорд по числу совершенных стартов. 1.18 июня в 0 часов 9 минут по местному времени запустила двигатели двухступенчатая ракета SpaceX космодрома имени Кеннеди во Флориде, которая вывела на орбиту 53 спутника Starlink. Второй старт состоялся в тот же день в 10 часов 19 минут утра с площадки военно-воздушной базы Вандерберг в Калифорнии. На этот раз Falcon 9 вывела на орбиту немецкий военный спутник, построенный Airbus для замены системы SAR Loop. Последний и, как его называют, таинственный запуск произошел 19 июня в 12 часов 27 минут дня с мыса Canaveral. Единственным грузом, о котором стало известно, был Global Star FM15, запасной спутник для спутникового оператора Global Star. Однако определенные аспекты миссии позволяют предположить, что в верхней ступени было что-то еще. Об этом свидетельствует и необычное троекратное включение двигателей в верхней ступени и посадка носителя на плавучую платформу. Хотя малый вес спутника Global Star позволял носителю вернуться на стартовую площадку. Кроме того, как стало известно, большую часть стоимости производства и запуска спутника FM15 оплатил некий анонимный клиент. Он же профинансировал почти полностью 17 новых спутников, которые Global Star заказала у канадской компании MDA в феврале. Сообщение о том, что китайский радиотелескоп Тяньянь, также известный как SkyEye, засек сигнал от инопланетной цивилизации, стало сенсацией минувших выходных. Какие-то выводы делать пока рано, ученые еще не проанализировали данные со всей тщательностью. Но специалист Дэн Вертимер из программы SETI убежден, что это всего лишь помехи от земных радиоисточников. Большая проблема в том, что мы ищем сигналы внеземные, но находим несместное число сигналов земных, сказал Вертимер изданию Life Science. Это очень слабые сигналы, но криогенные приемники телескопов сверхчувствительные и могут поймать сигнал мобильного телефона, телевизора, радара или спутника, а их с каждым днем все больше и больше в небе. Если вы недавно этим занимаетесь и не знаете всех лазеек, с помощью которых эти помехи могут проникнуть в ваши данные и испортить их, то очень легко обрадоваться прежде времени. Поэтому данный специалист не спешит с выводами о том, что это действительно инопланетный сигнал. Американская компания Elquist 3D анонсировала крупнейший проект быстрого строительства бюджетного жилья. Разработчик объявил, что возведет в двух городах штата Вирджиния 200 домов с помощью своего запатентованного 3D принтера. Согласно уже одобренному плану, кварталы будут сданы в течение пяти лет и примут первых жильцов к 27 году. Elquist 3D – это технологический стартап, основанный в Вайове в 2020 году. В основе проектов компании лежит крупногабаритная установка, печатающая фундамент и стены для частных домов. Используя один 3D принтер, можно возвести основу для будущего здания в течение всего 12 часов. Все, что потребуется, людей, установить крышу, окна, двери и мебель, а также подключить коммуникации. Таким образом, компания демократизирует загородную недвижимость и решает проблему нехватки жилья в США. В рамках Project Virginia компания будет строить доступные дома для людей, которые живут в отдельных районах США. Для строительства 200 домов Elquist 3D выбрала два округа – Пью-Ласки и Руанок, объяснив свое решение растущим спросом на недорогие дома на фоне пандемии. В компании считают, что дешевое жилье на базе 3D-печати не только удовлетворит потребности местных жителей, но и привлечет новых жильцов из других штатов. Напечатанные дома обходятся минимум на 15% дешевле возводимых традиционными методами. По части строительства компания полагается на своего партнера Black Buffalo, производителя промышленных 3D-принтеров из Нью-Йорка. Станция Nexcon весом более 17 тонн, используемая в Project Virginia, будет печатать одноэтажные, двухэтажные и трехэтажные дома разной площади, после чего компания будет мебелировать их в партнерстве с несколькими студиями дизайна. Большое спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему свой мощный лайк, поделитесь своим мнением в комментариях, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Еще больше полезной информации вы найдете на наших ресурсах, ссылки на которые я оставлю в описании. На этом я буду с вами прощаться, с вами был Андрей, канал Инстардинг Новости, не переключайтесь, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok